Медики будут проводить тестирование на коронавирус школьников и учителей с симптомами ОРВИ, сообщает пресс-служба краевого правительства. При этом лаборатории смогут установить не только факт наличия отсутствия вируса, но и в течение недели сделать вирусологическую расшифровку, установить возбудителя вируса ОРВИ. Дополнительные меры профилактики в регионе принимаются с учетом сезонного подъема острых и респираторных заболеваний. Основное внимание врачей приковано к детям. На конец прошлой недели в 41 школе было закрыто 147 классов. В целом эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в Хабаровске превышен на 23%. Хотим мы того или нет, но это происходит. Заочную форму обучения в регионе будут держаться до последнего. Но ученики и педагоги заболевают вирусом и не остается ничего другого, как возвращать дистанционку для отдельных классов и целых школ. Процесс возвращения дистанционного обучения запущен в Волгоградской, Ярославской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Москве, Омске и Калмыкии. Будут ли в Хабаровском крае вводить дистанционное обучение, узнаем у гостя в студии Юлия Алексеева, начальника отдела общего образования, Министерства образования и науки Хабаровского края. Доброе утро. Юлия Николаевна, доброе утро. Доброе. У нас какая сейчас складывается обстановка в крае и много ли детей у нас сейчас находятся на карантине и болеют? Ну, если говорить в целом по ситуации, то в пределах 68 школ и более 5000 детей закрыты на карантине в отдельных классах. Полностью закрыты три школы в Солнечном муниципальном районе, в Комсомольском муниципальном районе и в Советско-Гаванском муниципальном районе в поселке Майск. Получается, что Хабаровск не так сильно в этой всей статистике выделяется? Хабаровск не так сильно. И мы понимаем, что это процесс, который постоянно меняется. То есть, если там, например, на конец недели это было 250, больше 250, на начало недели это 241 класс закрытый. То есть, этот процесс такой меняется. Мы ежедневно мониторим ситуацию и ежедневно какие-то решения управленческие принимаются. А вот эта статистика, она в принципе сопоставима с тем, что было в прошлые годы или в этом году больше или меньше? Ну, мы говорим сейчас о пике сезонных заболеваний и с угрозой распространения коронавируса. Поэтому внимание сегодня к ситуации, оно более острое, будем так говорить, потому что за этим могут быть всякие последствия эпидемиологические. Ребята уже учатся три недели, получается, да? И удалось ли везде организовать вот учебный процесс согласно новым требованиям, которые касаются, конечно, в связи, вернее, с эпидемиологической обстановкой? Конечно. Процесс организован везде. Мы постоянно выезжаем на проверки. Совместно организована очень тесная работа с органами управления образования. В каждом органе управления образования открыты сейчас аккаунты в Инстаграме, поэтому люди могут мобильно писать о каких-то, если вдруг возникают какие-то вопросы или там нарушения стороны, по мнению родителей. Очень оперативно органы управления реагируют на эту ситуацию. Ну вот скажу, что и Роспотребнадзор нас контролирует. То есть, в принципе, на сегодняшний день с уверенностью могу сказать, что во всех школах края соблюдены эпидемиологические меры. Да, но если говорить о эпидемиологических мерах и всех прочих, организационных, наверное, я помню, сокращали уроки, да, перемены, отменялись такие вот общие, да, что все выходили в коридор. Есть ли здесь какие-то изменения, может быть, от чего-то отказались, наоборот, что-то ужесточили? Я уже говорила об этом не раз, что у нас введено ступенчатое расписание, поэтому разведены потоки обучающихся. Это связано с тем, что необходимо проводить утреннюю термометрию большому количеству обучающихся. Открыты все входы, имеющиеся в здании, и дети знают, в какой вход. Они входят, по какой лестнице идут. То, что касается перемен, запретить детям выходить на перемену было бы неправильно, потому что, мы понимаем, нужно обеспечить и двигательную активность детей. Поэтому перемены просто разведены по рекреациям для того, чтобы минимизировать количество контактов. Понятно, что к новым условиям приходится приспосабливаться и детям, и родителям, но под эту систему очень гибко подстроилась система дополнительного образования. Поэтому, если даже у ребят начинаются уроки после 11, в 11.30, все равно понятно, что сдвигается расписание, режим дня меняется, возможность посещать дополнительное образование, все равно таких ребят есть. Я думаю, что здесь нужно просто приспособиться всем и родителям тоже отнестись с пониманием к этой ситуации. Вы знаете, нам в том числе и жаловались, например, что дети вынуждены ждать на улице, даже если там идет дождь или сейчас уже утром холодно достаточно. Удалось ли ликвидировать такие вот очереди и решить эти вопросы? Еще раз повторяю, что такие факты выявляются. Действительно, и фотографии по 40-й школе мы видим эти ситуации, и мы принимаем все необходимые меры. Сразу выезжаем и решаем ситуацию на месте. Что касается совмещения первой и второй смены, как это происходит сейчас? Точно так же по ступенчатой расписанию. Еще раз хочу успокоить всех жителей края, что больше двух смен у нас нет. Ни о какой третьей, введении третьей или четвертой смены речи быть и не могло, и не может. Самое позднее, во сколько могут начинаться занятия во вторую смену, это в 14.00 и не позже. Поэтому здесь решается внутри учреждения, и проблем с этим не возникает. А вот из-за того, что многие дети сидят на карантине, рассматривается такая возможность, как введение онлайн-уроков? Конечно. Онлайн-уроки или дистанционное обучение, это, наверное, уже не будущее, это настолько настоящее уже стало. И тот колоссальный опыт, который был получен системой образования Край в период повсеместного введения дистанционного обучения в четвертой четверти прошлого учебного года, оно дало, конечно же, свой результат. Я скажу, что в этом очень много положительного, потому что это позволяет обеспечить непрерывность образовательного процесса при отсутствии детей на уроках более двух недель, например. Или, например, обеспечить детям, которые обучаются на семейной форме обучения, или там длительно болеющих детей, или, ну, варианты могут быть абсолютно разные, получающие образование в сетевой форме и так далее. То есть это расширяет возможности ребят. А я правильно понимаю, что вот, знаете, в моем детстве помнится, когда объявляли карантин, вот для нас было радостное событие, мы две недели не учились. То есть сейчас при объявлении карантина дети продолжат учиться? Дети продолжают обучаться, совершенно верно. Точно так же сопровождаются своими учителями. То есть как часть учебного процесса онлайн-обучение в будущем в любом случае будет? Конечно, конечно. Спасибо большое. Спасибо большое. Хочется и к родителям обратиться, и родителям, и детям пожелать терпения. Ну, такая ситуация, в таком мире живем, ничего не остается делать, как приспосабливаться и учиться жить по-новому. Это точно. Юлия Алексеева была у нас в студии, начальника отдела общего образования Министерства образования и науки Хабаровского края. Юлия Алексеева. Юлия Алексеева. Юлия Алексеева. Юлия Алексеева. Юлия Алексеева.